Мария Буткина Здравствуйте Петрович, у моего сына бронхиальная астма А недавно врачи сказали, что в легке у него стекловидная слизь Подскажите пожалуйста, как его лечить? Заранее благодарны Я ответил примерно так А что ж врачи не говорят, которые его видели Самого, видели его анализы А мне такой вопрос Это не значит, что я не желаю вас оставить сославшись на то-то и на что-то Но не видя и не зная Я не могу так что-то вам посоветовать То есть вообще-то можно вам, так сказать, я же не доктор Поэтому мне нравится Островский У меня канал развлекательно-веселительный И у меня тут не какой-то там такой медицинско-оздоровительный канал Но тем не менее, тем не менее Что в этом случае надо делать Вот не видя ваших диагностей Не зная ничего В первую очередь Почиститься от паразитов Вот я как раз заделал эту тему Что там получается Когда у человека возникают какие-то заболевания Совершенно непонятные Вот какая-то там всекловидная слизь вскапливается И там бронхиальная астма Вот в первую очередь надо понимать Что могло послужить причиной Если у вас там домашние животные Были ли там частные простуды Как там у вас там живот работал То есть по диагностике Вот как раз диагностика паразитов Посмотри Что-то подходит Два-три параметра Тем более если четыре О том, что наличие паразитов А особенно аскорид в организме ребенка То есть аскориды они Часть живет в кишечнике взрослые Особи там Сосуд значит Соки А личинки Они в легких Выползают И как бы сказать Созревают Там развиваются И потом Вместе со слизью Которая поднимается вверх И человек ее проглатывает Они попадают внутрь И становятся половозрелыми То есть Когда они Вот организм весь поражен Кишечник там Легкий Или еще там По крови там циркулирует Начинают возникать Вот такие непонятные вещи Как у ребенка Скапливается слизь С какого можно сказать Бадуна Она там может скапливаться Задайте себе Такой вопрос Послушайте Скрипит он там Ночью с зубами Или не скрипит Если скрипит Это все Значит Листы 100% Начинать Чиститься От этих паразитов Далее Если нету Никаких вот таких Признаков Листов А есть что-то другое Не знаю Там человек Испугался Перенервничал Он как-то там В школе себя Ведет Будем говорить Его как-то подавляет Какой-то нервный Эмоциональный Это уже совсем Другая область И проявляется ли Астма Тогда Когда Он переволнуется То есть Заволновался Начинать Дышать И астматический Приступ Это разные вещи И тогда Естественно Идут разные И подходы Но в любом случае Почиститься Очень и очень важно Что он ест Я вот Все Рассказываю Что Подход К здоровью Может быть Совершенно различный Может быть С позиции Информационно-энергетических Потоков Которые проходят Через наш организм То есть Материальный поток Только раз Это питание Но там же есть Информация Там же есть энергия Ага Дыхание Это больше Допустим Энергия Как мы там Дышим Через сознание Только в основном Информация Проходит Насколько она Проходит Насколько она Нашу систему Может взволновать Может исказить Информация Как вот я вам рассказывал У Стива Джобса Вот ему втемяшилось Голову А то что Вот меня родители Бросили Вот я такой Покинутый Вот я такой Несчастный И он в этом Пронес через Всю эту жизнь То же самое было У Джона Леннона Вот это вот Все втемяшилось Вот я такой Секунь А тут Тут надо совсем По-другому поступать Просто Ну да Был случай Ну например Со мной был случай Когда 19 сентября Начались У матери Роды Это как раз Было воскресенье А никого Не было И вот Она бедная Женщина Пролежала До 20 сентября Когда уже Все там Остановился Этот родовой Процесс И Врачу сказали Вот так и так Роженица лежит Что будем делать С простынями Выдавили меня Выдавили меня А я никакой И положили Чтобы не травмировать Мать Умирать Ну умрет Она его не видела Как бы сказать Меньше там Всяких разных Переживаний И все Вот Где-то 3 дня прошло Я все там умирал Они там ждали Когда я умру Сказать значит Матери Что все это там Выписали И родственники Даже начали Говорить Ну Мою Мать звали Варвара Но они ее Называли Валя Ну Валя Говорит Бог приберет Еще новый Будет ребеночек У тебя Ну бывает Такое Но тем не менее Выжил Все Выжил Что Кого винить Кого Мать винить Отца винить Этих винить Все Это прошло Жизнь продолжается Ага На коня И вперед А не то Что ты вот Это все там Внутри Все ковыряешь А почему А почему А почему А почему Жизнь не любит Когда человек Остается в прошлом Она не любит Когда человек Чрезмерно В будущем Она любит Настоящее Чтобы настоящим Ты Ромял себя Важно Подоблюдать За своим ребенком Ну вы-то его знаете Со всех сторон Смотреть Что Что Как К врачу Принесли Вернее Пришел Человек Он его Видит Вот первый раз Увидел Анализы Сдали Сдали Кто Глянул Глянул Он что-то Выписал И все То есть А вы Постоянно Находитесь И понимаете Как Что Что Может Там С ребенком А когда Вот так Вот Пришел Ушел Что Там Как Он там Есть О чем Он там Думает Чем Он вообще Живет И Вот это Вот все Отбрасывается То естественно Результата Никакого Не будет Благодарю За просмотр Если вам Понравилось Видео Ставьте Лайк Звоните В колокольчик И подпишитесь На канал Ваше Участие Развивает Канал И способствует Его продвижению Вы можете Посетить Бесплатно Мою Авторскую Библиотеку На сайте Малахов Про Доброго здоровьица И до Новых Встреч Малахов Малахов Малахов